привет здравствуйте сейчас секунду я выключу компьютер если ты выключишь компьютер то мы расстанемся с тобой что ты компьютер собрался да я понял я понял было я подключился но твои вопросы вопросы когда закончится вся эта ерунда никогда потому что ерунды много тех кто с ней борется мало ну украине смысле когда я об этом говорю никогда это очень долго понимаешь если он 300 лет продолжался до этого то как я могу прогнозировать когда он закончится пока что предпосылок каких-то эффективных не знаю когда это будет зеленый конечно дал джазу вчера смотрел реально реально конечно я сам из крыма живут в бельгии пока я понимаю конечно и из-за братушек сколько людей потеряли кровь коренных короче я не славян братьев ваших а ты крымский татарин вообще вдвойне приятно слушай подожди если можно пару вопросов твоя семья была депортирована вы возвращались в украину конечно я расскажи пару слов если но то есть твоих дедушку с бабушкой или или родителей выселяли моих дедушку бабушку с одной стороны и дедушку бабушку с другой стороны а куда выселив казахстан в основном усилят нет у нас узбекистан узбекистан ты просто имею ввиду не в казахстан выселяли крымских татар а узбекистан конкретно всех туда просто конкретно узбекистан и урал и урал тоже я понял ты просто расскажи братушкам нашим потому что я вчера общался с одним он там исконно русский крым не знает даже я знаю как бахчисарай переводится он даже этого не знает понимаешь и ты пожалуйста расскажи как как они там оказались вообще все и как вообще крым наполнялся когда крымских татар выселили и на их места в их еще теплые постели заселяли макшан вот эти вот вагонами 783 года с екатерининских времен первая началась оккупация вырезали весь севастополь он не назывался никогда севастополем он назывался ахьяром он начинается русал русофобия начинал потемки вырезал то местное население море было красное ну это был голод 20-х годах это уже моя покойная бабушка рассказывала тоже как в украине на материковой части 33-м году также в крыму был голод сильный голод был потом сорок четвертом где нас депортировали моих моих стариков два поколения нас родились в узбекистане и в 90-х в конце 80-х когда уже поначался развал ну люди и раньше пытались пытались да да они ехали и дома покупали но их не прописывали их депортировали это вот крымская татарка пожилая же женщина она умерла по моему от которые несколько раз она приезжала ее выселяли и ну это постоянно она все равно пыталась добиться и от ее все равно вот эта власть уграла сейчас ее там арестовывали или что-то такое было что она пережила и к несчастью ну там подстава сейчас была такая подстава что короче не выдержала не сердце кто-то занял денег они решили мирно по-свойски не получилось и вышли они же они же любят такие знаешь всю грязь поднимать из мухи слона слушай но вы уже возвращались как бы при украине я просто хочу чтоб тоже этот вопрос как бы получается но я помню те когда крымские татары возвращались их понятное дело не пускали в их дома потому что там уже давно новые хозяева и крымским татарам как вам выделяли землю или не выделяли или вы там ну пытались как-то как вообще тут приходилось ну первое время не выделяли самозахваты все делали потом это уже когда смирились потихоньку начали давать ну развал пошел совка когда развалился уже конкретно и уже как бы более-менее начали относиться была помощь какая-то но это я я в то время еще у меня отец приехал в крым я чем был в узбекистане просто была такая ситуация я в девяносто третьем году переехал в крым но с одной стороны и украина тоже знаешь очень мало помогал я я на украину не грешу да знаешь как вас поменялось а рожи остались те же в крыму я тебя как раз хотел спросить последние пару ли ну не знаю пару тройку лет я так понимаю что в крым были поставлены чуть ли не из партии регионов смотрящие или каких на назвать и они выкачивали из крыма вообще все что могли что правда так и было то есть доводили во первых ну не знаю был план или не было плана подъем у крыма но народ настраивали негативно к украине длительный период как я это понимаю а крымчане ассоциировали вот эту власть донецких пацанов они ассоциировали с украиной что это их украинцы как бы пытаются ущемлять там и все остальное соответственно сейчас имеем такой результат который есть знаешь у русни память короткая реально у них память реально короткая они когда янукович сравнял землей завод винный завод магарач то что ему закрывал вид к морю было даже такое я не слышал серьезно они по крым поделим был грузов камышовая бухта все ради азаров сын януковича я на короче они все разделили они сама русня лаял а сама русская гавкалась а когда все это уже когда началась оккупация они побежали но я фенкрасен откуда растет растут корни откуда куда ваш президент который это все творил куда он убежал туда убежал он не остался украины да так хорошо спасибо тебе за твой рассказ приятно было видеть крымского татарина я надеюсь что крым рано или поздно будет украинский и крымско-татарский и вернется украины по любому да потому что в общем будем надеяться что крым вернется в цивилизацию наконец-то все удачи тебе спасибо что удачи давай удачи пока